Всех приветствую. Тема моего доклада – оценка функционального состояния паренхемы почек лучевыми методами исследования. Более 500 миллионов человек во всем мире живут с различными заболеваниями почек, часто приводящими к инвалидности. Ежегодно сотни тысяч людей умирают преждевременно от осложнения заболевания. Раннее выявление снижения функционального состояния почечной паренхемы способствует выбору рациональных подходов к лечению каждого конкретного больного. Целью исследования является оценить по данным литературы диагностические возможности лучевых методов исследования в оценке функционального состояния паренхемы почек. Проведен анализ научно-исследовательских статей, содержащих аналитический массив научных публикаций. Используем информационные ресурсы библиографических электронных баз данных, представленных на слайде. Лучевые методы исследования широко используются для оценки функционального состояния паренхемы почек. Ольтразвуковое исследование с использованием цветного доплерского картирования позволяет оценить внутрипочечный кровоток и визуализировать даже самые мелкие артерии – сегментарные, междолевые и дуговые. Оценить их архитектонику диагностировать локальные диффузные нарушения почечной гемодинамики, тем самым позволяя сделать косвенные выводы о функциональном состоянии паренхемы. Следующим этапом обследования является выполнение экскреторной урографии. Данный метод позволяет косвенно оценить концентрационные и выделительные функции почек. Критериями оценки служат степень начала и продолжительность контрастирования паренхемы и чашечно-лоханочного комплекса. Мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием применяется при недостаточной информативности экскреторной урографии. В зависимости от степени нарушения почечной функции после введения рентгена в контрастное средство может определяться как задержка кортикомедулярного усиления, так и контрастирование чашечно-лоханочной системы. Нарушение кортикомедулярной дифференциации – важный диагностический симптом в оценке структурных изменений паренхемы почек и, соответственно, ее функции. Магнитно-резонансная томография позволяет регистрировать диффузию молекул воды в межклеточном пространстве. Один из параметров, по которым можно определить степень повреждения ткани. Диффузная МРТ позволяет получить качественные и количественные тканевые характеристики. Две основные модификации МРТ-аурографии – без контрастирования и с внутривенным введением хилатных комплексов с высоким содержанием ионов годолиния. При введении парамагнитного контрастного средства значительно увеличивается интенсивность изображения паренхемы. Следует подчеркнуть, что экскреторная урография, КТ-аурография и МРТ-аурография в основном методы морфологического исследования, а функции почек они позволяют получить лишь самое общее представление и в этом отношении значительно уступают радионаплидным методикам. Основным и высокоинформативным методом оценки состояния почечной паренхемы является радиоизотопная диагностика. Метод основан на визуализации органов и тканей путем внешней регистрации ионизирующего излучения от введенного в организм радиофармпрепарата, состоящего из молекулы вектора, непосредственно учащие в тканевом метаболизме, и сцепленной с нею радиоактивной меткой. Рассмотрим коротко интересующие нас разновидности радионаплидных методик. В статической нефроцинтографии в основе метода лежит регистрация радиоактивности нефротропного индикатора, который избирательно накапливается в функционирующей паренхемии почек. Радиофармпрепарат вводит внутривенно и через некоторое время после инъекции получает статические изображения почек задней и боковых проекций. В процессе исследования определяет форму, размеры, положение почек, локализацию, распространенность и степень выраженности патологического процесса, интенсивность и равномерность включения радиофармпрепарата в паренхемы. Динамическая нефроцинтография. Метод основан на динамической регистрации радиоактивности в почках и крови после внутривенного введения нефротропного радиофармпрепарата, выводимого почками и компьютерной обработке получаемых изображений. По специальной формуле электронная вычислительная машина рассчитывает объем функционирующей паренхемы в 2%. Клубочковая фильтрация рассчитывается по специальной формуле. Существуют специальные таблицы в зависимости от возраста. Для количественной оценки синтеграм используют следующие основные показатели. Т максимальное – это время достижения максимума кривой, который отражает или фиблиотерационную, или секреторную функцию почек в зависимости от примененного радиофармпрепарата. Период полувведения препарата отражает экскреторную функцию почки и период получищения крови от препарата. Он позволяет судить о суммарной выделительной.